Сегодня мы немножко поговорим про 50-ю страницу трактата Ивамот. Здесь очень интересно продолжение агады, которые начинаются на предыдущей странице. И я расскажу здесь, потому что такого типа агады, которые частично одно, частично на другое, не очень понятно. Вот те, кто изучает дофьоми, что это, изучать половину агады в один день, половину в другой, да, приходится их в один из двух дней изучать. Так вот я решил их добавить к уроку по 50-й странице. Значит, здесь обсуждается заодно, почему вообще к этой агаде пришел Талмуд, агады часто связаны напрямую с угей Талмуда. Но в данном случае это не так. В данном случае это просто было найдено что-то, что было написано, какая-то, да, они же в старые времена не писали мамаш слова Торы устной. Да, устную Торы не записывали, но своего рода шпаргалки, да, какие-то конспекты люди могли брать. Так вот было написано в какой-то мигиле такого типа, в каком-то конспекте, было написано в том числе, да, мигил от Юхсин, как они называли, какую-то нашли, где написано, что какой-то человек мамзар, и поэтому это отношение имело к предыдущей суге. А заодно описывается, что халаха обычно идет как раби Лезер бен Яков, что его слова, они как каввинаки, как чистые, так сказать. Их немного, в нижнее слово его, но они чистые, и халаха обычно как он. Кстати, было два мудреца с таким именем, имеется в виду первый из них. И, наконец, последнее, что здесь было сказано, что в этой же, да, в этом же манускрипте, в этом же конспекте, что когда-то царь Минаше убил Йошаяху, пророка Йошаяху. Ведь Йошаяху начинается с того, при каких царях он пророчествовал. Минаше там не упомянут. Упомянуты несколько царей, включая отца Минаше Хискияху, праведного царя Хискияху. Но после Хискияху, вроде бы, уже, наверное, умер при жизни Хискияху, умер уже правок Йошаяху. Но Хазаль так здесь не считает. Это Агада, или, в самом случае, то, что было написано в этом свитке, в этом конспекте, говорит, что он дожил, получается, до времен Минаше, очень грешного царя, самого большого грешника среди царей Игуды. Среди царей Израиля были другие великие грешники, если можно так выразиться, худшие из злодеев. Но самый большой злодей царей Игуды был Минаше. Есть мнение, что у него нет участия в будущем мире, в том, где это обсуждается, страдать с Энгедрин. Так вот, этот Минаше, он сам поклонялся идолам и народу вел от Торы. И вот, в том числе, они считают, что он убил этого пророка Йошаяху. Кстати, есть мнение, что это был его собственный дедушка. Это другая Агада. Знаете, Агады могут противоречить друга, они не обязательно все согласны. Может быть, тот, кто считает, что он его убил, не считает его дедушкой. Но вполне возможно, что они согласны. И он убил тогда собственного дедушку. Как получилось, что это был его дедушка? Потому что есть Агада, что Хискияху женился на дочке Йошаяху. И от них вот родился этот царь Минаше будущий. Так вот, как он его судил? В том числе. Да, он судил в кавычках. Представляете, пророка судил. Спрашивал, какое ты право имеешь такт и такт и пророчествовать, что это идет против Моше. Видите, вдруг такая самоправедность у него проснулась. Как, например, ты говоришь, что можно искать Всевышнего. Во время, когда он будет найден. Как же это? Говорится уже, что всегда Всевышний близок к нам. А ты говоришь, только в определенные времена. И тому на все это отвечает. Что значит стих Вишаяху? Что значит стих в Торе? Как они не противоречат? Есть времена, когда особенно доступен Всевышний. Десять дней раскаяния, например. Но для общины он всегда доступен и так далее. Я не буду давать во все эти Агады. Но здесь интересная Агада, которая продолжается на нашей странице, на 50-й. А именно про, как говорится, годы поколения. Что есть диспут насчет того, когда царь Хискияху, отец этого Минаше, когда ему было дана... Он же болел очень сильно и уже умирал. Но потом Всевышний смилился над ним и дал ему еще дни жизни. Так есть диспут. Это дни жизни, которые ему и так принадлежали. Он их просто получил назад. Или может действительно получить больше, чем тебе положено. То есть идея как бы какая. Либо человеку записано, сколько он проживет, и больше никак не получить. Это потолок. Можно только получить меньше за свои грехи. Как слышал он. Или же на самом деле нет потолка. И можно за особые праведности, особую шубу, можно получить и больше, чем тебе положено. Это связано со словами в Торе, когда написано «Эт миспарья меха амалеа». Да, что Тора говорит вроде, что только заполню тебе все твои годы. А в правке Ишиягу сказано, что Ишиягу получил добавочные годы, как я сказал уже. Вопрос в том, он получил новые годы, которые бы он иначе не получил. Или это просто его собственные годы, которые были от него отняты. Отняты, кстати, знаете за что? Это Хазарь обсуждает рати Брахот. Они считают, что из-за того, что у него не было детей. В Танахе это не написано, за что именно. Говорится, что он заболел очень сильно, цархийский Ишиягу. И Хазарьга его критикует за то, что он не хотел жениться и иметь детей. Но они считают, что он видел, что из него выйдут плохие дети. В результате вышел из него действительно этот злодей Минаше. Но Всевышний хочет, чтобы люди имели детей. В любом случае, а уже как будет, так будет. Всевышний решает. Люди же убираются. Казахстан из Минаше тоже потом вышел праведник. Царь Минаше был злодеем, его сын тоже был злодеем. Но внук его, Йошияху, не путайте с пророком Ишая, о котором речь шла до этого. Но был еще царь, праведный царь Йошияху. Почти так же пишется. И вот этот внук Минаше, он таки был праведным. Он сделал большую чугу. И евреи в его время лучше стали намного. И был большой союз со Всевышним. И на этом мы на сегодня. Да, я хотел еще сказать по отношению к новому перику. Здесь начинается новый перик с 50-й страницы. Это пятый перик нашего трактата. Он один из самых сложных. И здесь приводится диспут насчет того, если когда было, допустим, у человека несколько братьев, и он умер, и один из братьев сделал, допустим, жене его дал, например, гет. Он должен был сделать халицу или ибум, он дал ее вместо этого гет, например. Или сделал маймор. То будет ли, сработает ли, если сделает маймор кто-то из других братьев этой же женщины? Или даже другой из жены умершего брата, если у него больше одной жены было. То есть, работает ли маймор после маймор или гет после гет? Штурабан Гамлёй считает, что вторая акция вообще не работает. Это бессмысленная акция. А Хахан считает, что срабатывает. Поэтому, допустим, если два разных брата сделали гет этой женщине, которая ждет ибума, то и тот, и другой теперь брат не могут, например, жениться на ее родственницах и тому подобное. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.